всем привет дорогие друзья с вами я уракон и сегодня в этом видео мы с вами поговорим про красные ящики но только не это тара под алкоголь а мы с вами сегодня поговорим про почтовые ящики сейчас я нахожусь такой сельской местности здесь домов не так много и почтовый ящик здесь установлен вот такой вот маленький вот такой вот старенький в таком виде итак ребят сегодня мы поездим по разным местам японии посмотрим какие есть почтовые ящики каких форм видов для чего они предназначены ладно для корреспонденции для почты это мы все знаем сегодня не будет так сказать глубокого анализа вообще про всю службу почтовую японии сегодня мы просто посмотрим на почтовые ящики на почтовые отделения как они устроены а про саму почту про саму систему можно записать вообще отдельное видео сегодня у нас будет такой поверхностный анализ будем любоваться почтовыми ящиками они в японии разных видов разных поколений и даже до наших сегодняшних дней дожили очень старые цилиндрические такие чугунные почтовые ящики сегодня мы отправимся с вами в деревню на станцию сакура где они еще сохранились и даже их там несколько штук и так вперед друзья вот друзья мы видим проехал сейчас мотороллер почтовой службы также сейчас подъехала вот такая маленькая машинка почтовая в основном они все такого размера сейчас вот почтальон забрал корреспонденцию здесь у нас жилой райончик достаточно плотно населен но здесь вот установлен тоже вот такой маленький почтовый ящик на такой же стоечки как мы сейчас видели с вами в начале видео но там была совсем сельская местность очень мало домов не знаю почему здесь стоит такой маленький вообще в японии это достаточно редкая модель в основном они в 4 в 5 и в 6 раз больше позже мы с вами сейчас ими полюбуемся тоже так ну что здесь в принципе один отсек под корреспонденцию более большие ящики имеют несколько отсеков под разную корреспонденцию все у них тут распределено все как обычно у японцев белое к белому черное к черному так ну что мы с вами отправляемся дальше а вот так у нас выглядит мотороллер почтовой службы выкрашенный в красный и белый цвет это у нас honda cube легендарный мотороллер здесь у почтальонов установлен вот такой большой ящик где они перевозят корреспонденцию он открывается у него там много разных отделений много много писем которые они спешат везде развести да вот таких японии мотороллеров очень много и даже впереди тоже вот такой маленький багажничек есть где также еще есть дополнительный так сказать ящик сумка вот такой вот мотороллер honda видимо почтальон сейчас приехал вот сюда большое здание и сейчас разносит корреспонденцию так на здесь у нас рядом с дорогой и маленьким торговым центром стоит вот такой вот представитель здесь уже модель прям от самой земли размеры и наверное уже раз 6 всем больше это тоже считается не особо типичной моделью в японии достаточно редко бы я сказал в основном они такие знаете квадратные позже мы с вами их тоже увидим но вот такие тоже модели имеет место быть очень даже вместительные здорово вот здесь похожая модель установлена прямо на перекрестке на тротуаре здесь она точно такая же но обратите внимание здесь она короче ну примерно вот на такое расстояние сейчас мы видели модель она прям до пола практически до земли а здесь вот такая укороченная но такая же узкая это также в принципе редкая модель японии здесь у нас одно окошко чаще всегда их бывает два но тоже достаточно огромный и вместительный если сравнивать с нашими привычными почтовыми ящиками синего цвета то они выглядят уже совсем маленькими а этот прям внушительных размеров так а здесь у нас вот такая установлена малыха совсем прям маленькая кроха по сравнению с автоматом напитков он выглядит прям ну вообще малышкой вот здесь у у нас достаточно большой частный сектор за моей спиной школа но вот такой вот маленький почтовый ящик встречается но редко так мы здесь у нас более поздняя модель почтового ящика это примерно семидесятые года или восьмидесятые то есть сам ящик выглядит таким знаете угловатым такой топорный весь видно старенький прям но выполнен очень качественно здесь у него нержавеющие ручки рамка выполнена такая хромированная тоже никелированная и логотип почты японии это знак обозначается почты либо указывается где-то в документах в строке где нужно указать почтовый адрес вот здесь также все металлические выпуклые так сказать буквы отшлифованные вообще классно здорово но здесь вся необходимая информация забор почты и здесь у нас один отсек так а здесь у нас почтовый ящик установлен перед входом в магазин рядом с автоматами с напитками и там далее даже телефончик есть сейчас на него тоже взглянем здесь у нас модель примерно семидесятых восьмидесятых годов вся такая тоже квадратная топорная да вот она прям выглядит ну винтажно она еще такая вся старенькая кое-где тут краска подкрашена здесь такой же хромированный логотип из нержавейки здесь у нас также все написано пост логотип и вот на такой толстой трубе установлен ящик да но весь он прям такой квадратный топорный винтажный ящик сейчас таких ящиков уже ну практически не встретить уже все мне удалось отыскать всего лишь два места и одно место еще в токио а здесь у нас вот такой вот телефончик эта модель у нас 2016 года в такой вот закрытой маленькой будки тоже такая вот стоечка да это у нас модель тоже очень очень старая но примерно также годов семидесятых восьмидесятых так но мы с вами отправляемся дальше отыщем также и современные модели еще и более старые даже более старше чем этот почтовый ящик так а здесь у нас рядом с дорогой вот представлено отделение почты это достаточно современное здание выглядит она очень так красивенько все опрятно чисто парковочка также здесь у парковки есть вот такая стела небольшая с логотипом почты и здесь у нас представлен почтовый ящик это самая распространенная модель о которой я вам говорил здесь она вся такая округлая здесь у нас уже не блестящий логотип из нержавейки а уже просто покрашена краской белый здесь также надпись у нас выкрашена белой краской и вот о чем я вам говорил здесь у нас есть два отделения то есть почта сортируется для маленьких конвертов и для более широких для больших также здесь вся есть информация расписание и вот даже есть тут я не знаю как называется это азбука для слабо видящих людей то есть интересно и даже крючок есть можно повесить сумку кто-то его загнул вот так про отделение почты мы с вами заходить туда не будем вообще служащие разных организаций не очень любят когда туда заходят люди с камерами снимают да тем более там мы и сами тоже посетители так что я заранее сделала обзор я сделал несколько фотографий внутри почтового отделения позже мы с вами еще вернемся к вопросу почтовых отделений посетим еще одно отделение и там я вам уже подробно расскажу как там устроена в этой ехпочте вся система что в ней есть и покажу вам наглядно фотографии вот а сейчас мы с вами направляемся в бизнес-центр и посмотрим как там установлены почтовые ящики и каких моделей и так добрались мы с вами до бизнес-центра здесь рядом с офисом компании canon установлен вот такой почтовый ящик здесь территория бизнес-центр этого достаточно огромная и здесь таких моделей представлено ну несколько штук порядка пяти точно так ну что друзья следующая наша локация будет уже не менее интересной отправляемся дальше так а сейчас мы находимся рядом железнодорожной станции достаточно крупная станция и здесь почтовые ящики представлены вот такой же самой популярной модели вот такие большие такой же ящик установленные вот бизнес-центре ну и вообще это самый популярный почтовый ящик мы же с вами сейчас еще проследуем здесь рядом от станции где находится большое почтовое отделение и посмотрим какие ящики там установлены а сейчас друзья и нахожусь рядом с большим отделением почты здесь прям целый почтовый я не знаю распределительный центр здесь как почтовое отделение так и почта банка потому что две этих организации они объединены в одну ну а точнее сама почта она предоставляет услуги банка в каждом почтовом отделении есть почтовые банкоматы вот мы видим здесь джапан пост и джапан банк здесь у нас центральный вход а здесь рядом мы сейчас с вами посмотрим на стоянку где очень-очень много малолитражных машинок кейкаров в корпоративном красном цвете в основном это вот такие маленькие машинки сузуки очень редко это вот такие большие в основном вот они маленькие здесь работа кипит так и здесь при выезде с парковки также еще продублирован ящик почтовый здесь он немножечко среднего размера вот вот такое одно отделение рядом вы посмотрите что у нас здесь есть это очень старый почтовый ящик цилиндрического цилиндрической формы здесь он почему-то выкрашенный в желтый цвет хотя еще давным давно корпоративный цвет почты был всегда красный и рядом со своими частными домами почтовые ящики у людей были также красного цвета но мы с вами скоро отправимся в сельскую местность и посмотрим где такие же ящики красного цвета еще выполняют свою функцию и так сказать несут свою миссию так друзья здесь у нас маленькое отделение почты которая устроилась здесь вот на первом этаже вот такого многоэтажного здания здесь у нас само отделение достаточно маленькое при входе здесь также установлен почтовый ящик самой распространенной модели а внутрь мы с вами заходить не будем как обычно такие организации не очень любят чтобы там ходил кто-то внутри снимал на фотоаппарат либо на видео камеру но я приложу несколько фотографий где вы увидите что внутри находится кучу разной информации какие-то бланки есть столики где можно все это заполнить очень много услуг на почте можно заполнил можно выполнить самостоятельно то есть там процентов на 30 самообслуживание также есть сувенирная продукция телефон всякие разные принтеры там даже иногда установлены также в почтовых отделениях есть много почтовых открыток очень даже интересных с этими открытками связан целый культ вообще есть много людей которые коллекционируют открытки именно почтовых отделений и в каждом городе в каждом райончике есть именно свои открытки то есть можно по всей японии ездить колесить по разным отделениям почты и там вы купите уникальные открытки вот здесь даже при входе центральном мы видим где стоят кучу штендеров кучу разной информации тут даже что-то какая-то еда какие-то события расписание огромные там большие стенды тоже с кучей информации там глаза просто разбегаются здесь вот стенд с открытками тоже вот я вам на фотографиях тоже прикреплю вы посмотрите какие открытки бывают фанатики там за ними охотятся по разным префектурам ездят коллекционируют либо в интернете покупают друг у друга также вот здесь рядом с отделением почты мы видим почта банк здесь у нас сейчас мы с вами заглянем пока здесь никого нету так вот здесь у нас стенд с информацией и здесь вот у нас два вот таких банкомата с кучей разных возможностей даже в банкомате есть телефон вот такой вот крючок чтобы повесить сумочку вот все здесь можно на английский переключить даже вот видите есть наборы разные тут комбинации в общем здесь все для денег приемник для карт в общем что-то здесь прямо глаза разбегаются тут даже есть приемник по металлическим купюрам в общем здесь вот так все устроено два банкомата мы с вами значит сейчас уже двигаемся дальше я уверен если бы я пошел сейчас туда дальше на почту она бы мне обязательно сказала нельзя нельзя тут снимать вот в Японии так в большинстве разных организаций даже в какой-нибудь продуктовый магазин вы можете зайти и там вам скажут могут сказать что снимать запрещено и так ребят сейчас мы с вами еще прошвырнемся здесь в частном секторе посмотрим еще там на почтовые ящички и посмотрим на почтовые ящики частных домов вот вот кстати пример того как пожилые люди передвигаются на маленьких электрических машинках это очень частая картина в Японии попозже я вам еще расскажу про эти машинки в выпуске про телефоны вот мы опять также видим здесь уже продублирован почтовый ящик совсем уж недалеко от почтового отделения так ну а мы с вами идем в частный сектор так а вот сейчас мы находимся в самой так сказать середине этого райончика частного и здесь вот у нас рядом с магазинчиком есть вот такие автоматы также здесь есть телефон и там вот затерялся маленький почтовый ящичек здесь даже есть автомат по продаже пива тут какая-то импровизированная кафешечка столики есть но это в общем частная территория здесь частного дома в общем вот такие почтовые ящички сейчас очень редко уже но все-таки еще встречаются у людей на частных домах почтовые ящики именно красного цвета и я предполагаю раньше вообще у всех японцев было принято почтовые ящики иметь именно красного цвета вот здесь мы видим одну модель но она относительно современная выполнена из пластика вот вы видите пост фамилия и вот такой вот почтовый ящик у людей сейчас мы с вами еще там по улочкам прогуляемся я вам покажу прям такие старые еще оригинальные железные японские почтовые ящики немного прошел вглубь по этой же улице и здесь обнаружил вот такой вот интересный домик весь зеленый заросший разными растениями цветами и вот поглядите какой здесь почтовый ящик весь такой ржавенький уже но красный на такой деревянной ножке очень интересный домик такой все тропинка там все в цветах здорово так ну что мне удалось еще отыскать один красный ящик и как я говорил предполагал что в основном такие ящики установлены на старых домах вот мы видим более такой новенький домик у них ящики вот из такой вот жести или нержавейки а вот здесь у нас уже прям очень старенький дом ну прям что-то совсем старенький выполненный прям в такой еще в японской стилистике и здесь мы видим вот такой вот ящик конечно в этом доме уже никто не живет здесь входная дверь заколочена домишко заброшенный и вот тоже почтовый ящик был уже весь заклеенный вот такой вот здесь такие отверстия видно что есть там корреспонденции или нету окошко для фамилии и вот здесь тоже какие то ну вот адрес уже табличка практически упала так ну все ребят теперь мы с вами отправляемся далеко-далеко в сельскую местность на станцию Сакура где будем искать с вами старые почтовые ящики именно уличные и полюбуемся ими полюбуемся так сказать этой истории и и Итак, ребят, мы прибыли на станцию Сакура. Это прямо здесь такая сельская местность. Кто из вас спросил деревенской местности, сегодня мы с вами здесь погуляем. Сегодня мы отыщем здесь самые старые почтовые ящики, которые сохранились в Японии. Вам могло показаться, что весь выпуск снят за один день, но сегодня уже третий день съемок, так как вчера я не успел снять. Тут произошел небольшой коллапс. Сошел поезд с рельс. Там в районе Токио вначале на станции Такаса-го. Но все было без жертв. В общем, там какая-то была ошибка пилота. Так, ну сегодня мы точно закончим выпуск. И все у нас будет успешно. Так, начинаем подъем по центральной улице. Вот здесь такой интересный тоже магазинчик, где продают всякие разные овощи. Вот сейчас сезон каштанов. Так вот выглядят японские каштаны, из которых делают много всяких сладостей. Ну то есть вот эта вот вся атмосфера прям такая деревенская. Допустим, в наших краях таких магазинчиков, ну, мало. Есть они тоже, но не так много, как здесь. Вот реально улица, тротуар. Здесь 100 людей, все в цветах. Цветочный магазинчик. У нас такой немножко выпуск получается еще с прогулочками, да, по Японии. Здесь тоже сад, огород. С погодой мне повезло. Все три дня, которые ушли на съемку этого выпуска, все практически одинаковые. Но сегодня такой облачный денечек. Ну, это даже хорошо. Так, поднимаемся вверх. Итак, мы забрались практически уже высоко. Такой вот крутой подъем здесь. Здесь у нас прям обрывы. Люди живут прям там, в низине, вы посмотрите. Какие там тропинки уходят куда-то вообще, там в лес. Там дом на доме. Здесь у нас такая старая хибарочка. Так я ее назвал. И вот видите, здесь тоже красный почтовый ящик. У людей. Здесь тоже куча всяких тоннелей. Тут у нас мандаринчики. Вон, какой красивый голубь сидит на ветке. Не будем его пугать. Итак, встречайте, друзья. Вот он, наш первый почтовый ящик из прошлого. Стоит на своем родном месте. Вы посмотрите, какая это мощь. Чугунная мощь. Он очень здоровый. Вот в масштабе со мной. Практически мне по плечу. Вот такая здесь у них бетонная основа. Вот такая вот труба. Здесь такой вот замок. Все, представляете, функционирует ящик пост. Здесь даже вот есть тоже расписание. Все, табличка, забор. Когда все забирается в корреспонденция. Здорово. Вообще просто невероятно. Вы знаете, я немножко поленился узнать, в каком году была вообще произведена эта модель. Но что-то мне подсказывает, что это еще довоенная модель почтового ящика. И вы представляете, ее японцы не тронули. Она до сих пор стоит. Но вот в нашей Чибе, где мы живем, вблизи вообще округи, большая площадь. Я никогда нигде не видел таких уже ящиков. Они нигде не сохранились. В Токио также нету нигде абсолютно. Единственное, вот мы видели с вами желтый ящик там рядом с распределительным центром почтовым. Но я думаю, там он установлен исключительно как для антуража, наверное. Там он не выполняет свои функции и выкрашен в желтый цвет почему-то. Когда всегда корпоративным цветом почты был именно красный цвет. Да, это очень интересно. И невероятно. В этой округе, ребят, таких ящиков я обнаружил 4 штуки. То есть сейчас мы с вами еще здесь прогуляемся. И посмотрим еще на 3 таких ящика. Итак, друзья, второй у нас такой ящик находится рядом с какой-то библиотекой здесь. Также установлен на тротуаре. Вот он, красавец, у нас стоит. В таком же бетонном основании. Но я вижу просто поверх него уже здесь был наложен новый асфальт. А так вот оно, такое же оригинальное основание. Такая же чугунная труба. Все, здесь вся информация есть. Да, от него прям, знаете, прям веет стариной такой. Классно. Я уж не знаю, сколько раз его перекрашивали. Понятное дело, что это не родная краска. Вот здесь мы видим прям несколько слоев есть. Здесь там даже какая-то более красная краска. Да, и вы знаете, я вот сейчас задумался, думаю, а вот сколько он здесь, сколько этот ящик здесь стоит на этом месте вообще. В каком году это было установлено. И вообще интересно, как выглядела вся эта улица, да. Сейчас она такая, но раньше было совсем все по-другому. Итак, следующий наш почтовый ящик находится в таком оживленном месте здесь на перекрестке. Но место это интересно тем, что этот ящик находится рядом вот с таким старым японским домом. Здесь вот такой вот фасад уже весь разрушенный. И вот на таком большом основании, бетонном. Здесь оно прям видно его в полной мере. Очень такой высокий постамент. И на нем красуется вот такой вот классный почтовый ящик. Винтажный. Здесь он практически одного роста со мною. Такой вот большой. Да, чувствуется прям большая мощь. И я сейчас также задумался, какая все-таки благодарность тем людям, которые были в администрации все эти годы и которые сохранили такие почтовые ящики и не заменили их на новые. И вот благодаря таким людям мы сейчас с вами можем полюбоваться вот такой вот историей. Не на фотографиях, а вот прям во очередь, так сказать. Здорово. Буквально сейчас видел, как женщина подходила и опускала сюда конвертик. Здесь такая гладкая поверхность эмалированная, чтобы конверт с легкостью туда залетал, так сказать. Да, интересно вообще. Здесь вот такой слив. Дом прям чувствуется старый. Древесина такая прям очень-очень старая. Да, мне кажется, этот почтовый ящик и этот дом, как говорится, видели многое. Вот опять проходил мимо такого старенького домика. Все здесь так в японском стиле. И вот обратите внимание, опять же такой красный почтовый ящик. Да, вот раньше у всех домов такие были ящики красного цвета. Да, сейчас время меняется. Люди выбирают какие-то более удобные. Уже, так сказать, от традиционных вещей отходят. Итак, ребят, давайте с вами еще полюбуемся одним почтовым ящиком из прошлого, который установлен также здесь рядом с дорогой на тротуаре. Здесь вот на углу, рядом с такими японскими домиками. Здесь почтовый ящик выглядит абсолютно так же. Все полностью в оригинале. Старая красочка отлетает, многослойная. И здесь он также установлен на таком вот бетонном постаменте. И даже немножечко заржавел уже. Да, здорово, интересно. Так, что еще хотелось мне рассказать вам, ребят, про эти почтовые ящики? Кстати, на почтовых отделениях очень много продается копилок для денег в виде почтовых ящиков. Они прям так и выполнены. Ну, наверное, керамические, с такой же щелью, куда надо опускать деньги и копить на какие-то свои радости. Вот. Также в Японии в магазинах продают маленькие миниатюры. Японцы вообще любители миниатюр всего. Начиная от продуктов, заканчивая там машинами, деревьями. И вот я вам сейчас одну продемонстрирую. Вот она миниатюра. Точно-точно такого же почтового ящика. Здесь даже сбоку есть такая же белая там аннотация, ну, расписание это или что у нас там, когда происходит забор. В общем, эта миниатюра на самом деле представляет собой чехол. Он у нас здесь так открывается. И там предлагается хранить печать. Знаете, японцы пользуются печатями, они в документах не расписываются руками, как мы. Так что вот такой тоже оригинальный чехольчик. Ну и, конечно, японцы не были бы японцами, если бы не проявляли свою какую-то оригинальность. Поэтому в Японии можно встретить и такие старые почтовые ящики, и новые в виде каких-то разных, я не знаю, персонажей аниме. Допустим, есть такой почтовый ящик в виде куклы Кокеши. В общем, всевозможные разные придумки. Очень интересно. Ну и я надеюсь, что этот выпуск был интересен для вас. Друзья, подписывайтесь на мой канал, также подписывайтесь на телеграм-канал. С вами, как всегда, был я, Урахун. Желаю вам всем добра, будьте счастливы, будьте здоровы. Я же говорю вам всем до свидания. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok